друзья всем большой привет с вами снова александр и я вам сегодня расскажу о новинке от компании бритокс ремер моделька называется kit fix м айсайз это кресло 21 года это так называемая вообще базовая модель в премиальной в топовой линейке креслов категории 2 3 у ремера у них дальше уже пойдут просто изменение букв и установлен дополнительные какие-то системы но соответственно вот базовая версия это не значит что это плохо она только совсем чуть-чуть уступает самой топовой модели у ремера у них нет в между кресла такой большой пропасти поэтому и базовая версия она всегда самая популярная потому что цена качество безопасность у них соотношение очень хорошая вообще в 21 году они полностью переработали весь каркас они его облегчили сделали более эффективным а самое главное они умудрились как обычно происходит что-то новое выходит что-то обновляется как машина христайлинг всегда все дороже а у них задача была учитывая нынешние реалии что сейчас мире происходит да все дорожает ну просто кошмар и соответственно их была задача сделать кресло не дороже чем она есть сейчас они умудрились даже сделать его чуть чуть дешевле поэтому очень интересное кресло напомню категория 23 это с 15 килограмм до 36 со 100 сантиметров и до 150 сантиметров что касается безопасности ну в случае с бриток с ремером тут вообще не о чем говорить кресла всегда очень эффективны очень безопасные и ребенка доверять можно всегда стопроцентно айсайз название всегда говорит о том что кресло не просто хорошая а вот этот стандарт айсайз он очень поднял планку требований безопасной перевозки детей в автомобиле и соответственно ребенку ребенка доверять можно на все миллион процентов ну и ремер сами понимаете это практически эталонные кресла немецкий бренд в общем с этим все хорошо так что касается материалов сразу давайте уж говорим кресле поговорим и о материалах материалы здесь как по мне немножечко изменились вот кто-то говорит что она такая же но как по мне она стала немножечко другой я не пойму она стала лучше хуже но она стала определенно чуть чуть помягче это вот лично мои ощущения сиденья достаточно длинная по посадке я думаю вот смотрите сиденье ну куда еще длиннее очень длинное кресло и ребенка ножки принципе затекать не должны свисать тогда вот что касается спинки спинка тоже очень мягкая но боковушки такие средненькие подголовник тоже достаточно мягкий этого что касается длительных поездок и комфорта здесь принципе все хорошо что касается наклона вот смотрите здесь как бы вот стандартное положение если мы давим все дальше она не пойдет она вам не даст это максимально допустимый наклон в автомобиле при движении ребенка лицом вперед поэтому принципе достаточно но имейте ввиду что если у вас спинка это не наклоняется и она там вас 90 градусов она будет упираться если вы просто без за фикса пристегнете и не пойдет дальше чтобы достигнуть более-менее наклона вам нужно изофикс выдвинуть такой своего рода запас и нам нужно пристегнуть кресло и если мы вот так задвинем естественно все хода нет а мы берем выдвигаем и получается мы отодвигаем сидушку дальше от авто кресла автомобильного и появляется небольшой наклон вот собственно максимально что вы можете добиться если у вас в автомобиле чуть больше отклоняется здесь дыма кресла ну под 90 почти градусов а если у вас автомобиль больше наклона то вы видите какой максимальный угол будет в этом кресле вот заодно и видели как пристегивается кресло на изофикс если у вас нет изофикса то мы просто ставим кресло и пристегиваем ремнем давайте покажу как фиксируется кресло с ребенком случае если зафикса нет проводим обязательно в направляющим вот это золотое правило направляющий он специально так и называется чтобы направлял ремень туда куда нужно я в каждом обзоре говорю о том что нужно правильно эксплуатировать кресло и не пренебрегать правилами эксплуатации направляющий ремень проходит здесь тут голова ребенка он сидит и регулируем подголовник таким образом чтобы расстояние от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев будет меньше будет неудобно будет больше ремень сдвинется на горло это очень опасно поэтому даже если ребенок вам говорит мне неудобно и вы видите что там запас два пальца не слушайте его и не поднимайте выше подголовник то меня дочка например любит там приврать его что мне тесно а сама плечи поджимать в общем имейте в виду это золотое правило которое ни в коем случае нельзя нарушать все вот и за fix есть или нету вот всегда и того вот так мы пристегиваем если за fix есть это уже пристегнули дополнительно если нет то вот поставили кресло и вот так вот ремнем пропустили вот что касается материалов еще один момент хочу сказать по уходу важный очень момент просто уже мы здесь мире автокресел много таких случаев было и объяснять уже устали чтобы постирать нужно стирать щадящей стирки до 30 градусов если вы постираете в обычной стирке где температура будет намного выше материал сядет вы достанете с машинки и на кресло обратно не сможете одеть поэтому вот тоже имейте это ввиду вообще лучше всего сняли в ручками постирали высохла одели обратно без горячей воды вот собственно и все что вот по тканям здесь нужно знать собственно подытожим добавить не больше нечего кресло как по мне очень неплохое вообще в бритках сервера в принципе нет плохих кресел новая линейка которую они переработали они сейчас все уже будут на вот этой платформе сделаны естественно сейчас еще и предыдущие в продаже есть но обновленной версии вот там с буквой там еще что-то они будут уже идти все на вот этой платформе это новая платформа на которой все будет базироваться поэтому самое важное что вот мы покупаем топчик по сути топ до на рынке за чуть меньше деньги но это действительно они молодцы добились этого и смогли это сделать и в целом кресло но не ощущается там сильно хуже там еще что-то на эти это ремер тут нечего говорить все хорошо вот собственно и все рекомендую обязательно к рассмотрению приезжайте мир автокресел сажайте детей во все бренды их вот у нас тут море просто и убедитесь моих словах в этом обзоре что она действительно неплохое кресло и достойно внимания на вторичке кстати перепродать ремер это как toyota land cruiser просто вот овцы не теряет чуть-чуть и он продается вообще в лед немец вот собственно это все что я хотел рассказать хочу лишь только попросить если вам видео понравилось вы что-то полезное подчеркнули для себя в этом обзоре ставьте свой царский лайк подпишитесь на канал это помогает развитию очень канала хочу пожелать удачи на дорогах и всего доброго до свидания